Доброе время суток, дамы и господа! Сегодня вторая часть первого выпуска первой недели мая программы Калейдоскоп. И мы с вами поговорим о том, что можно посмотреть интересного на картина ТВ с 7 по 9 мая. Итак, канал ТНТ-HD 4 мая в 15 часов начнет показ всех серий очень хорошего комедийного сериала, который называется «Полярный». Представьте себе авторитета, вора в законе, живущего в Москве, очень приличного и, с точки зрения криминальной России сегодня, порядочного человека, который однажды совершенно неожиданно ударился головой и забыл код от ячейки банка, в которой хранится общак. Что остается делать? Бежать! И он бежит из Москвы на самую северную точку России, в маленький поселок, который называется «Полярный». И начинаются приключения. Очень смешные в главной роли Михаил Пореченков. Любят его многие, я это знаю. Также 5 мая в 13.25 будут показаны первые серии, и дальше можно за ними наблюдать и смотреть. Они будут показаны по несколько серий. По-моему, 15 серий будет показано сразу же. Фильм, который называется «Жуки». Это молодежный сериал, связанный во многом с компьютерами, но вообще он очень смешной, с прекрасным актерским составом. И очень весело, когда студенты, очень талантливые компьютерщики, разрабатывающие специальные программы, чтобы не попасть в армию, бегут в деревню. И скрываются в самой глухой деревне, и где нет даже интернета. И очень это все весело выглядит. Посмотрите, не пожалеете. Прекрасный фильм. Центральное телевидение. Центральное телевидение, как всегда, порадует нас интересными документальными, прежде всего, проектами. Ну, во-первых, продолжится показ уже, может быть, полюбившейся вам программы «Тайны нашего кино». И поскольку День Победы не за горами, будет одна из программ посвящена фильму «А зори здесь тихие». Это будет 8 мая в 10 утра. А в 16.45 будет также программа из этого же цикла, посвященная фильму «Судьба резидента». Посмотрите, вы узнаете очень много интересного. И там много рассказано не только про актеров, которые должны были играть, и вообще о том, как родилась идея продолжить фильм, который все великолепно помнят. И я знаю, что очень любят. Это ошибка «Резидента». Ну, один жанр, чего стоит. Также будет показана 7 мая в 18.10 интересная передача документальная, которая называется «Черная магия империи СС». Сеанс гипноза. Я бы, может, и не обратил бы внимания на нее, поскольку, в принципе, фашизм стараюсь не пропагандировать ни в каких его видах, даже если это безумные интересные передачи. Но здесь просто меня привлекло имя автора программы – Леонид Млечин. И я его очень люблю как журналиста, писателя, публициста. И очень много я прослушал в аудио исполнении его личных книг, которые он сам же и озвучивает. И он очень грамотно разбирает исторические фигуры ХХ века. И у него есть книги, посвященные и Хрущеву, и Брежневу, и Горбачеву. И очень он здорово, действительно, еще раз повторю, пишет. Поэтому я уверен, что эта программа будет очень интересной. Рекомендую ее посмотреть. Повеселит же нас центральное телевидение фильмом-концертом. 8 мая в 9.05. «Смех с доставкой на дом». Хороший будет концерт. Я смотрел не один выпуск. Они всегда отличаются тем, что посмеяться там действительно есть над чем. ТВ3, канал «Мистики и фантастики», подарит нам 7 мая в 19.30 сразу подряд две серии фильма «Парк Юрского периода». И «Парк Юрского периода 2. Затерянный мир». Фильмы эти культовые. И, конечно, посмотреть их интересно, потому что там прекрасная компьютерная графика. Все это переносится действительно в Юрский период. С динозаврами. И сюжет хорош. И настоящий приключенческий фильм-боевик. А в 0.45 этот же канал покажет тоже 7-го числа легендарную, уже, наверное, всеми пересмотренную, но кто-то, может, и не видел, а кто-то даже посмотрит второй раз, фильм «Ужаса челюсти». Очень советую посмотреть, потому что этот фильм дал направление целому потоку фильмов, которые снимались после так называемые фильмы ужасов, где участвовали какие-то животные. Очень как-то сразу же на ум приходит фильм «Аллигатор». Может быть, кто-то помнит такое. Снимали тоже про огромного аллигатора, который ползал по городу. Но посмотреть интересно. Канал «Чо» есть у нас и такой канал. 2-го и 3-го мая. Я говорю 2-го и 3-го, потому что я знаю, что у нас в программе есть архив. И вы запросто можете смотреть это еще в течение 14 дней. Поэтому с 7-го по 9-го вы запросто можете посмотреть эти пропущенные 2-го и 3-го мая фильмы. В 5.30 утра покажет сразу два фильма «Доспехи Бога». Фильм первый и фильм второй. Ну, кто не любит Джеки Чана? Его еще называют самым настоящим азиатским ястребом. Потрясающие постановки, которые, кстати, надо заметить, Джеки Чан ставит сам. «Невероятное владение кунг-фу. Настоящий китайский боевик». И надо отдать должное, я не очень люблю китайские боевики, хотя среди них есть, конечно, культовые такие, ну, как «Пьяный мастер». Всем их помним, да, и гонконговские вот эти боевики и китайские. Но я вам хочу сказать, что «Доспехи Бога» очень выгодно отличаются тем, что он, прежде всего, комедийный. И Джеки Чану надо отдать должное, если уж он снимается. Фильмы у него никогда не бывают глупыми, и посмотреть их очень интересно. Там не просто размахивание руками и прекрасное владение техникой, действительно, кунг-фу, но там и очень-очень хороший сценарий. Канал RTBI West Coast 5 мая 18.00 покажет классику мирового кино художественный фильм «Однажды в Америке». Ну, тот, кто его не видел, получите удовольствие. Замечательное кино очень высокого качества. 8 мая на этом же канале выйдет программа «Шендерович» в своем репертуаре. Это авторская программа Ольги Бычковой и Виктора Шендеровича. И обсуждаются в ней актуальные темы и события. Но как их видит Шендерович, мы знаем. И его взгляд на события всегда интересен. «Биосад Хистрии», как всегда, порадует документальными историческими фильмами. И я отметил для вас один, который вызовет наверняка огромный интерес. Потому что что в Америке, что в России давно идет дискуссия о том, и яркая среди всех наших и иммигрантов, и вообще среди не только русских людей, но и вообще в мире. И многие поднимают этот вопрос. А были ли американцы на Луне? И 7 мая 18.00 будет показан документальный фильм «Высадка на Луну. Правда или вымысел». И поскольку канал «Биосад Хистрии» – это европейский канал, не имеющий отношения ни к США, ни к Советскому Союзу, или к России, взгляд этот выглядит довольно нейтральным. И я думаю, что наконец-таки будет поставлена точка именно вот этим независимым расследованием. Посмотрите, будет интересно. В 20 часов 25 минут начнется документальный сериал «Частная жизнь». И в этой программе будет разобрана жизнь Аль Капоне. «Россия. Культура». 6 мая в 23 часа 35 минут продолжит показ фильма «Нотердам де Париж. Испытание временем». И будет показан фильм второй. Канал «Топ секрет». 7 мая. Цикл передач «Двойной портрет». Вы знаете, у них довольно часто появляется на экранах этот цикл. И он очень интересный. Я неоднократно смотрел эти программы. Берут двух примерно по стилю похожих авторов или людей каких-то личностей и культуры, деятелей, или каких-то ученых. И проводят параллели между ними, делая довольно любопытные, интересные сравнения и разбирая жизнь каждого. И это очень интересно. И в 10.57 я отметил для вас программу, которая будет посвящена «Двойной портрет» Патрисии Касс, знаменитой французской певицы, многие, я знаю, ее любят, и Алене Свиридовой. А в 14.11 двум великим хоккеистам Александру Якошеву и Павлу Буре. В 16.45 также выйдет программа из этого же цикла Пьер Карден и Вячеслав Зайцев. А вот следующие две программы, которые будут в этот же день, они повеселили и привлекли меня тем, что они невероятно необычны даже для формата «Двойной портрет». Потому что в первой программе будет разобраны две фигуры Санте-Клауса и Деда Мороза. А во второй проведены параллели между двумя армиями российской и шведской. «Моя планета HD» 7 мая в 23.25 покажет документальный фильм «Чай, кофе, шоколад. История в нашей чашке». Мы все пьем чай, мы пьем кофе, мы едим шоколад, мы его любим. Но вот узнать настоящую историю всех этих напитков или лакомства можно будет именно из этой передачи. «Пятница» – канал, который тоже представлен картиной ТВ. 7 мая в 20.00 покажет приключенческий фильм «Затерянный в снегах». Это типичная картина своего жанра. Разбивается самолет в альдах, выживает единственно оставшийся в живых пилот. И это настоящая Робинзонада. Когда человек пытается выжить в совершенно нечеловеческих условиях. Фильм интересный для тех, кто любит подобные фильмы-катастрофы. С 5 мая по 8.00, около 2.00 ночи, канал «Пятница» делает нам очередной подарок. Будет показан документальный сериал «Планеты», снятый в BBC. Будет показано 4 серии из 6 в эти дни. Я вам очень советую их посмотреть. Потому что я, когда сам смотрел этот сериал, я вам скажу, что оторваться от него просто невозможно. Дело в том, что мы как-то перестали по-настоящему следить за тем, что сегодня происходит в космосе. Нам кажется, ну слетал Гагарин, мы высадились на Луну. Когда-то мы с интересом смотрели и приклеивались к телевизору программе «Время» еще в Советском Союзе. Каждый раз наблюдая о том, как в полеты улетают космонавты. Это было настоящим событием. Но сегодня как-то уже даже взлет космонавтов и вывод их на орбиту уже не вызывает столько интереса. И мы мало задумываемся над тем, что же нового произошло в сфере космоса и куда мы умудрились заглянуть. И, конечно, когда начинаешь смотреть подобный сериал, начинаешь понимать, как далеко по-настоящему мы шагнули в космос. И сегодня буквально реальные съемки уже и Юпитера, и Сатурна. Вы даже себе представить не можете, насколько красиво и интересно снят этот сериал. Посмотрите, ох, не пожалеете. СТС Лав. Канал, тоже представленный картиной ТВ. 8 мая в 7.10 покажет 15 серий подряд. Ну, погоди. Ну, думаю, это подарок для наших детей. В 10.30 утра будет показаны все три части фильма «Назад в будущее». Ну, конечно, все его смотрели, но кто-то захочет наверняка пересмотреть еще раз, потому что и актеры неподражаемые, и сценарий. Один из лучших комедийных сценариев, я считаю, за всю историю кино. Поэтому, конечно, посмотрите. Интересно, веселый фильм. Канал Шансон ТВ 7 мая в 9.25 покажет фильм-концерт «Венил» Алла Пугачева. Я отметил его только потому, что это будет довольно полный концерт Аллы Борисовны, и будет он идти два часа. Теперь, что интересного в области спорта. Ну, как всегда, матч ТВ HD 6 мая в 14.50 покажет полуфинал Лиги Европы «Арсенал» Милье Реал. С 4 по 8 мая в 17.15 будет показан весь сериал, мини-сериал, 4 серии, фильм «В созвездии Стрельца». Я его посмотрел. Это фильм, посвященный Эдуарду Стрельцову. Сейчас вышла новая версия, которую я не видел. Снимал ее канал России, если я правильно помню. Но я хочу сказать, что вот этот фильм очень-очень неплох. Мне он понравился и по сценарию, и по содержанию, и по тому, как сыграли в нем актеры. Довольно неплохой фильм. А в канун Дня Победы, в 23 часа 8 мая, канал «Матч Премьер» порадует нас программой из цикла «Футбол в СССР». И мы с вами увидим финал Кубка-Кубков 1981 года «Динамо Тбилиси», «Карл Цейс», «ГДР». Неподражаемый Давид Копиани, «Атар Габелия», «Шингелия», «Сулак Велидзе» и, конечно, неподражаемые комментарии «Хоте Макарадзе». Посмотрим, порадуемся. Матч-игра 6 мая в 17.00 покажет игру молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч за третье место. А в 21.00 покажет и финал. Не пропустите, я уже говорил о том, что молодежные чемпионаты мира всегда ярче, чем взрослые. Есть на что посмотреть. Чемпионат проходит в США. Что интересного из кино можно посмотреть на этой неделе? Ну, я не буду вам перечислять фильмы, которые идут по каналу «Мосфильм. Золотая коллекция». Я думаю, что вы можете сами открыть этот канал. И там просто можно выбрать любую строчку для того, чтобы получить огромное удовольствие. Там классика кинокомпании «Мосфильм». Там что не фильм, то действительно удовольствие. А вот 8.00 в 14.00 я отметил для вас фильм, который называется «Штрамбат». Я знаю, что его тоже многие пересмотрели. Но тот, кто не видел, обязательно посмотрите. В главных ролях Алексей Серебриков и Юрий Степанов. К сожалению, очень неожиданно и трагически погибший в автокатастрофе. И невероятно жалко, потому что очень яркий был, замечательный, совершенно любимый очень многими актер. Что стоит его только главная роль в фильме «Гражданин начальник». Киносвидание. Порадует нас фильмом «Дьявол носит прада». Классика мирового кино. 6 мая в 19.30. Кинохит. 7 мая в 19.00. Культовая комедия «Джентльмены». Комедия совсем свежая 20-го года, но она действительно успела стать культовой. Канал «Звезда». 7-го числа покажет двухсерийный художественный фильм «Поп» в главной роли Сергей Маковецкий. Фильм этот интересен тем, что это первый фильм, который был снят под эгидой российской патриархии. И я вам скажу, что он затрагивает очень интересную часть истории, малоосвещенную в России. С 1941 по 1944 год русская патриархия на оккупированных немцами территориях пыталась возродить русскую православную церковь. Для чего ей приходилось в какой-то мере сотрудничать с немцами и при этом быть патриотами и стараться соблюдать какие-то нормы для того, чтобы не выглядеть прежде всего предателями и поддерживать активно сопротивление и партизанские движения. Фильм очень спорный, но очень интересный. Посмотрите, киномикс 6 мая в 12.25 покажет исторический фильм, это подарок для любителей истории, он называется «Орел девятого легиона. 11 век. Центурион Маркус Акила отправляется на британские острова, чтобы в горах Шотландии найти пропавший 20 лет назад легендарный девятый легион. И напоследок еще два сериала, которые покажут каналы. Киносерия 8 мая в 10.40, фильм «Ликвидация», я не мог его не ответить только по прекрасному в принципе содержанию, и великолепной актерской игре. Прежде всего, конечно, это Машков и Сергей Маковецкий. Также канал «Мир сериала» покажет настоящий фильм про разведчиков. Его можно сравнить, наверное, и с «17 мгновений весны», «Военная разведка», «Вторая мировая». И фильм очень интересный, называется «Красная капелла». 6 и 7 мая будут показаны по 4 серии в день. Это что касается телевизионной сетки вещания. А теперь, как всегда, по традиции, давайте обратимся к видеотеке. Сегодня я вам рекомендую посмотреть два фильма. И это не будут сериалы, это будут именно фильмы. И оба фильма я нашел и подобрал для вас из видеотеки «Старт». Заходите в «Старт», открываете жанры в жанрах комедии, в комедиях кинокомедии. И там лежат и ждут вас два фильма. Первый называется «Хэппи Энд». Это совсем свежая комедия 2020 года. Очень рекомендую ее посмотреть. Сюжет необычен. Фильм очень красив, потому как снимался совместно России и Таиландом. И весь фильм снят у моря в Таиланде. Прекрасная, красивая природа. Очень необычное для России кино. И очень хороший сценарий. Прекрасно снятый. Я даже не знаю, с чем ее можно сравнить. Может быть, по восприятию даже с такими хорошими, действительно сильными фильмами, которые мы все очень любим, как «Москва слезам не верит». Ну, вот и что-то вот из этой вот области. И я вам хочу сказать, посмотрите. Даже не буду говорить про сценарий «Хорошая комедия». А второй фильм я отметил совершенно неожиданно для себя, который называется «Моя любовь». И лежит он точно там же, в этой же самой папке. Этот фильм снятый Казахстаном. И очень хороший тоже сценарий. Очень добрый. Очень какой-то вот, знаете, для нашего времени, я бы даже так сказал, необычный. Потому что последнее время, если даже и комедия, то она обязательно с чем-то непонятным и черным. То ли там много пьют. То ли там кого-то вечно бьют. Вот и здесь совершенно доброе. Просто вот выпавшая из современного времени комедия, которая наверняка доставит вам огромное наслаждение. Поэтому смотрите два фильма. Еще раз. «Happy End» и «Моя любовь». До новых встреч в эфире. С вами был автор и ведущий программы Юрий Тенман. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Они невероятно важны для нас, потому что, отталкиваясь от них, мы будем потихонечку менять формат программы, чтобы сделать ее интересной и полезной для вас. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова